Кукольный театр, существующий на базе Ленёвского общества инвалидов, выходит на новый уровень. Мастерство актёров смогли оценить зрители в конце прошлой недели. Программа инклюзивного развития, разработанная в Ленёвском обществе инвалидов, призвана поспособствовать равному общению людей разного физического статуса и, соответственно, социализации людей, в первую очередь с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы инклюзивного развития функционирует и кукольный театр, которому, кстати, уже около трёх лет. Сейчас мы вышли на новый уровень, на новую орбиту. С нами занимается человек, который 24 с лишним года руководит театром кукол, знает и умеет это дело изнутри. Если раньше мы как-то там спонтанно что-то делали, ещё кто что придумал, тот то и провозгласил. Сейчас у нас есть куратор, который нам говорит, не туда встал, не так сказал. Музыка у нас сейчас, ну, конечно, сейчас это пока пробные спектакли, в том смысле, что как бы вот на большую публику мы сейчас посмотрим, как будем выходить. Но если, допустим, будет замечательно, если будет обратная связь. Если те, кто сейчас нас, хотя бы кусочек наш увидят, да, вашего репортажа, и могут позвонить или вам, или нам, и скажут, слушайте, мы тоже хотим со своими ребятишками к вам прийти. Мы с удовольствием организуем, только, ну, надо об этом знать. Вам о нас, о нам, о вас. Премьерный спектакль состоялся на базе первой Ленёвской школы. В качестве зрителей – учащиеся специальной коррекционной школы-интерната. Такое же зрелище ждёт и воспитанников отделения дневного пребывания несовершеннолетних и самих членов общества инвалидов. Я хочу сказать большое спасибо, что администрация первой школы пошла нам навстречу, и она так хорошо встречает гостей, то есть ребят из других школ. И, ну, я считаю, это хорошая, большая работа, направленная на весь посёлок. Какой-то, вот, знаете, объединяющий дух. Мы рады приветствовать вас в нашем кухольном театре. Как кто-нибудь был в кухольном театре как-то? Нет, ребята, вы, да. Ну, вы молодцы, значит, вы знаете, что в театре немножко необычно. У вас не актура играют, а куклы играют. И сегодня мы вам покажем сказки. Кто любит сказки? Я. Все любит сказки, все. И мы вас приглашаем в нашу сказку. Это постановка всем известной сказки «Колобок» в новой интерпретации. За время репетиции сценарий спектакля пополнился новыми персонажами. Каждый герой приобрел свой характер, некоторые стали задиристыми, другие – лукавыми, а третьи – научились петь. Ох, умаялся, устал, я сегодня рано встал. Десять грядок посадил, в лесах воросток сходил, много переделал девочек, а вот покушать не успел. Пока! А, 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 колодом обед, у обеда сетки нет, ели хлеб и пили кладки. Вот и кончился запас, будет новый урожай, вот тогда и приезжай. За происходящим действием с любопытством и интересом наблюдали и дети, и взрослые. С детства знакомый «Колобок» как будто тоже подрос, осовременился. А замечательные яркие куклы настолько четко передавали эмоции кукловодов, что зритель им верил. Театр кукол как-то вот кажется традиционно вроде как дети, но ведь мы все и мультики смотрим, неизвестно в каком возрасте, и комиксы, и книжки читаем и так далее. Знаете, это ведь театр, любой театр, это не информационная программа, это состояние, это атмосфера души, это настроение. И поэтому сюжет, в общем-то, это только база, от которой отталкиваются авторы, чтобы пригласить тех, кто будет в зале, чтобы не было этого барьера в виде сцены, авансцены, ширмы и так далее, а наоборот поразмышлять о веселом, о добром, о вечном. Не волк? Нет, не волк, я медведь, царь зверей, любит косолапый мишка, кушать с медом, пышки, а ты вкусненький совсем, дам тебя сейчас я съем. Нет, я, ты царь зверей, а я нет, нет, не хочу, я быть объявлен, я ушел от бабки из деток, ты меня по небу сжал, я даже от зайца убежал, выгоняет меня без толку, убежал, я звук, ты у тебя, я убегу. Ай, где мне косолапу, куда мне его? Актерская труппа кукольного театра «Общество инвалидов» состоит из шести человек, за ширмой их шестеро, а персонажей в данном случае двенадцать. Вот и задействуют кукловоды весь свой творческий потенциал, чтобы сыграть две роли по-разному, меняют голоса, интонацию, постановку фраз. Со стороны и не поймешь сразу, что это один человек. Наш режиссер-постановщик Вера Андреевна, вот она нам предложила, значит, взять следующим спектаклем «Гуси-лебеди», и там тоже очень много персонажей, но мы по два, три даже, может быть, кто-то по две-три роли играет. Там уже будут задействованы ребятишки старших классов, и уже тут будет полная инклюзивная программа. Зрителю подобные спектакли нравятся. В череде серых будней, когда еще удастся вот так расслабиться и отдохнуть душой от забот, пусть ненадолго, но окунуться в сказку. Спектакль закончился, а актеров еще долго благодарили бурными овациями. Это верный знак того, что премьера удалась.